здравствуйте хотел бы записать небольшое видео для начинающих и именно ювелирной области для тех кто уже немного разбирается в программе райна но так получилось что еще недостаточно знаний по толщинам по размерам и так далее именно в ювелирке что будет проливаться что будет работать что не будет работать что правильно что неправильно вот хотелось бы сделать небольшой такой ликбис и нескольких видео чтобы дальнейшем людям было проще так сказать работать в этой профессии начнем самого простого это будет обручальное кольцо значит я создаем круг пусть это будет у нас круг диаметром выбираем здесь не радиуса диаметр 16 миллиметров все это будет кольцо 16 размера вот привязку end обычно ну всегда строится точка end справа но я круг всегда поворачиваю вниз этой точкой начало и конец линий чтобы были внизу это удобно всегда удобно теперь строим сечение нашей нашего обручального кольца используем привязки не забываем привязочка end создали вот такой прямоугольничек и теперь мы его подгоним по нужным нам размерам пусть обручальное кольцо будет допустим 4 миллиметра шириной задаем задаем с помощью скайл 1d меняем размер и теперь сделаем толщину толщина очень важно важно в носке носить допустим толстые кольца неудобно 2 миллиметра когда кольцо толщиной толщиной именно это неудобно в ношении потому что соседние пальцы будут упираться всегда в это кольцо и это достаточно пренеприятное ощущение поэтому сильно толстые кольца делать не рекомендуется их просто неудобно носить разве что это кольцо там на большой палец ну или даже на мизинец может быть это безымянный всегда будет операций если кольцо очень толстая приемлемая толщина для обручального кольца даже по собственным ощущениям могу сказать это 1 и 1 1 и 2 миллиметра можно сделать вот 1 и 2 миллиметра это самая приемлемая толщина то есть кому хочется потолще это вот идеально создали колечки это насечение используя функцию revolve и либо привязка центр к окружности либо просто нажимаю кнопочку 0 и привязкой в координате создаем так сказать ось вращения команды revolve для создания объекта теперь убираем вторую точку либо зажимая shift либо вот она использует привязку вот этот smart track если она отключена то уже не будет светиться и 360 градусов либо 0 собственно вот так вот делается самое простое обручальное кольцо не сложно правда ли самое главное это чтобы было удобная толщина ширина давайте изменим течение сделаем сечение полукруглая выбираем вот эту функцию называться арка запомните где она находится и используя привязки мид середина и н н н н к середине создаем эту арочку теперь включаем функцию trim и обрезаем включаем функцию join и соединяем вот так все прекрасно теперь можем также помощью функции revolve создать объект вращения наше кольцо вот она если нам хочется редактировать на не изменить толщину не менять толщину то желательно катимся назад разрезать вот это течение я говорю так как делаю сам чтобы было удобно и вам в дальнейшем мы можем редактировать здесь у нас идет три точки либо мы можем использовать функцию rebuild curve и добавить создать ну сколько угодно нам точек 4 например либо можем напрямую insert node добавить еще одну точку нам 4 достаточно теперь от зеркаливаю с помощью функции mirror зеркала и привязки n обратите внимание что когда мы сейчас создадим кольцо с помощью команды revolve так немножко спрячем очень важно чтобы здесь не было от этого угла угол образуется за и когда вот эти три точки находятся не на одной линии так как если эта точка будет ниже видите появляется угол это ниже уточню что сейчас вот эта линия и вот это все изменяется потому что включена функция record history и именно выбрана вот эта галочка always record history чтобы этого угла не было как положительного так и отрицательного если он нам не нужен используя привязку and и включенную smart track ну вот так как так сказать корректируем положение точек а здесь у нас не будет видно ничего если нам вот этот угол также не нужен мы делаем то же самое и здесь угол уже не такой яркий эти как бы сглажен 06 вот это вот ширина вот этой плоскости это наверное такое ну минимум можно еще сделать 05 но это уже будет на грани те кто делают на будущее вот такие вот кольца сразу скажу что по идее так делать нельзя почему нельзя потому что при обработке вот этот край вот это вот острая часть кромка такая она будет связаться то есть изделие будет в любом случае обрабатываться и чем тоньше это чем острее вот это кромка допустим вот так да то есть вот он очень острого тем более неравномерно она может обработаться если обрабатываются изделие не притирается на ровной поверхности а допустим бормашинкой очень легко эту плоскостью вину эту до плоскостью вести а даже если она притирается она будет вот так вот срезаться очень сильно много будет срезано поэтому вот эти плоскость всегда лучше иметь и лучше оставлять от 05 это самый-самый минимум я считаю меньше не стоит делать иначе она совсем будет плохо кому хочется колечко потолще можно сделать уже не один и два один там четыре но такое кольцо уже не очень удобно носить оно смотрится более объемным но носить такое уже не так удобно потому что оно все равно будет опираться соседние пальцы так или иначе 1 и 2 это нормально теперь мы это удаляем соединяем с помощью функции поджимаем делаем револк вот у нас цель на плоскость можно спрятать эти все линии так если нам захотелось нанести на кольцо какой-то рисунок вот пусть это будет где-нибудь кружочки условно следует это делать вот так значит сечение у нас 1 и 2 миллиметра создаем вторую кривую с помощью функции offset curve она либо вот так выглядит и вот здесь вводим значение 1.2 нажимаем вот эта линия измеряем ее длину с помощью вот данной функции либо она находится анализ лэнс 5781 у некоторых бывает не видно потому что вот так вот такая маленькая то есть не раздвинута менюшка 57.81 создаем линию длиной 57 миллиметров восемьдесят одна сотая миллиметра вводим вручную нажимаем поставить я обычно ставлю по центру а вот это все добро сдвигаем где-то на 50 миллиметров возьмем за снова на это сечение помощью функции копии перенесем его начало координат скопирую перевернем 180 градусов и разобьем вот эти нам линии не нужны эти соединения получается вот эта линия сечения если функция соли труд планки не убираем вот сайт с по сути по сути вот это у нас развертка кольца то есть лицевой части также измеряем длину от этой линии 452 сейчас я создам прямоугольник чтобы ограничить поле деятельности чтобы не рисовать за пределами это нет только ограничение для меня дальше можем здесь рисовать либо она мент либо что-то еще ну мы вот сейчас сделаем здесь просто кружочки хаотичная помощи функции нас кружочки будут диаметром 0 8 миллиметров и теперь мы их хаотично с помощью функции копий ключи от нибудь распределим также можно переносить камни орнаменты текст сгруппируем их с помощью функции лолом керф переносим эти линии эти точки на сюда на эту плоскость как мы видим они легли ровно по плоскости теперь то же самое делаем переносим с этой плоскости на вот это поясню почему мы используем линию вот эту а не вот эту тут тоже самое можно было бы делать но использовать эту линию делается это потому что будут происходить некое некие искажения чем дальше от линии тем больше будут видны эти искажения чем они имеем меньше тем меньше их видно теперь попробуем по кругу точки с помощью разместить повторить с помощью функции ray polar убираем центр вокруг которого она будет располагаться и вводим значение сколько раз повторяется допустим три так что мы видим теперь разгруппируем изначальный рисунок и подвигаем немножко точки так чтобы они не слипались но вот и мимо и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... используем функцию Axelot Planner Curve, вот так, лобовь это both sides, yes, диаметр кружки у нас 0,8 мм, то есть 0,8 мм. В принципе, для рисунков, для орнаментов, для букв высота рельефа где-то в 0,3 мм, 0,35 мм, 0,4 мм, это достаточно. Высота рельефа в 1 мм или в 2 мм, как некоторым кажется, это излишек, который просто не нужен и никогда не будет нужен, то есть это слишком много, поэтому сейчас мы зададим 0,4 мм, это максимально нужная глубина рельефа, в контур рельефа и перенесем ее, так, вот так. Проверим с помощью функции Boolean Difference вырезаем наши кружки, вот как мы видим, здесь искажений, на самой поверхности искажений нет, внутри оно немножко сплющилось, это потому что объект как бы переносится с искажениями, то есть по нормали, то есть перпендикулярно линии, то есть если линия была вот так и потом она стала резогнутой, то соответственно как она перпендикулярно к ней была под каким углом, под этим углом, в этой точке она и останется. Другой вариант, другой вариант, когда мы можем перенести объект, когда это отдельно стоящие маленькие объекты, мы можем их перенести также в Floreal Curve, только включив функцию Rigid, тогда искажений не будет вообще, то есть он переносится без искажений, но под тем же углом, под каким он был первоначально, и с помощью полар пары, дублируем, теперь у нас получается ровные кружочки, ровно, они всегда без искажений вообще получились. С орнаментом так не прокатывает, конечно же, так нельзя сделать, который состоит не из отдельных элементов, а из одного какого-то плетения, поэтому к сожалению вот так, к сожалению придется делать, он будет с искажениями, но придется делать на поверхности, как мы делали кружочки, тогда искажения будут настолько минимальны, что их в принципе не будет заметно. Нанесем сейчас внутрь кольца текст, также измеряем линию, длину, это 50,27 мм, создаем линию, 50,27 мм, ок. Располагаем ее по центру, по центру координат у нас уже занято, но по центру оси игрок еще предостаточно места. Ширина у нас 4 мм. Делаем ограничивающий прямоугольничек, вот пожалуйста, 4 мм. И например, впишем какой-нибудь текст, например. Буквы конечно же большие получились, теперь нам их нужно подобрать по размеру. Также, чтобы все получилось хорошо, нужно сделать отступ от края, чтобы нам не гадать каждый раз, там или не там мы находимся, с помощью Offset Curves мы отступим 0,4 мм, даже 0,5 мм, вот так вот. И будем стараться за эту грань не выходить. Еще уменьшим. Разгруппируем. Они были сгруппированы. Обратите внимание, что толщина линий, это буквы будут естественно в контррельеф, то есть как бы выбраны вглубь. Толщина линий тоже имеет значение. Ну, допустим, 0,2 мм, это простаточная толщина, но мы сейчас увеличим, чтобы просто, для примера, чтобы увеличить на 0,1 мм, то есть сделать, чтобы самая тонкая линия была не 0,2 мм, а допустим, 0,3 мм, что более чем достаточно уже. Нужно, значит, сделать Offset Curves на 0,05 мм. Мы будем иметь линию 0,3 мм. И вот здесь почти 0,3 мм, 0,28 мм. Повторим то же самое с остальными буквами. Со всеми деньгами. Первоначальные буквы удаляем. Теперь нужно немножко раздвинуть их. Расстояние между буквами, опять же. Сделать нужно максимально, как сказать, не максимально, а увеличить. Допустим, 0,5 мм будет достаточно при учете, что у нас, допустим, глубина выреза, глубина буквы будет, ну, где-то 0,35 мм. Я думаю, большего здесь не надо. Хотя, желательно, если она у нас 0,3 мм, то ей глубину сделать 0,3 мм. Но сделала 0,35 мм. Это не страшно. Сейчас раздвинем буквы. Разгруппируем. Плюс-минус нормально. Игру первую. Теперь нужно отцентровать. Используя привязочки. Делаем такую вот линию. Зеркало. По оси игрок. По нулевым окнам. Теперь выбираем и двигаем. Обе буквы упираются в эти линии. Зеркальное. Значит, мы умеем вместе. Так. Теперь делаем. На 0,35 мм. Делаем объемные буквы. Выдавливаем как бы их. Группируем. И с помощью FlowLongCurve. В этот раз Rigid делаем No. Хотя давайте покажу, если будет Yes. Посмотрите, что получается. Если без искажений переносим, то буквы входят, соответственно, без искажений. В одной части они, значит, глубже, в другой меньше. Вот на 0,65. Здесь, естественно, по центру она на 0,35 мм. То есть такой вариант нас не устраивает. Поэтому здесь перенос должен быть только с выключенной функцией Rigid. То есть не сохранять, а искажать. Получилось зеркальное. Потому что у линии есть начало и конец. Вот так. Обратили внимание, да? Слева или справа была. Как линия начинается либо так, либо так. Соответственно, перенос. Мы, например, хотим, чтобы текст был снизу сейчас повернут. Например, если бы у нас здесь сверху были камни, была бы лицевая сторона, а здесь бы хотелось видеть текст, то просто поворачиваем с помощью функции Rotation на 180. И с помощью Boolean Difference удаляем. Вырезаем. Вот. Ну, в режиме Render плохо было. Отвидны. Ну, все сливается. Можно, например, включить функционалист. Вот это. Включить Naked Widgets. Обычно стоит вот этот. Lidges. И все становится розовым. Он показывает все грани. Мы включаем Naked Widgets, чтобы показывал только открытые грани. Ну, и он как бы все линии эти подрисовывает. Итак, получили колечко с надписью внутри и рисунком снаружи. Рисунок простой, чтобы не тратить время на построение сложного. Но переносится все вот именно таким образом. Так можно создать любое вот такое колечко в такой вот сложности. Будь то камушки там стоять. Будут ли там орнаменты, рисунки. Или эмаль горячая, холодная лежать. То есть, все эти полости, все это можно создать именно вот таким простым способом. Не отнимающим много времени. Вот. В достаточно простом понимании. Всем спасибо. Вроде больше ничего пока не нужно. Вот. Всем спасибо за просмотр. Извините, что было так долго и скучно. Но уж как получается, так получается. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok